На этой неделе наша милиция отпраздновала свое 80-летие. Что такое милиция? Это не просто дядя участковый, который решает наши частные дела. На самом деле это сложная структура, формировавшаяся долгие годы и выполняющая очень сложные функции. Какие мы решили выяснить? Так если немного коснуться истории, то милиция это слово французского происхождения. И оно означает само по себе, значит, ну суть его является таковой. Добровольное, значит, как бы вам это объяснить лучше, ополченцы, которые охраняли свой город от преступности и посягательств своих врагов. Вот так вообще основывалась милиция в свое время. В то время, как, допустим, в остальном мире существовала полиция. Это организация профессиональная, которая занималась профессиональной, значит, ловлей преступников, значит, изобличением к совершению преступлений. Значит, с самого первого дня у нас было как добровольное, значит, подразделение с начала основания милиции, которое занималось непосредственно борьбой с преступностью и охраной городов от посягательств врагов. Ну, на сегодняшний день у нас немного другие, значит, критерии вообще оценки нашей работы. Мы сейчас являемся профессиональной, значит, организацией, которая занимается, ну, непосредственно борьбой с преступностью. То есть не на добровольных каких-то там патриотических побуждениях, а это профессия. Почему вы пришли работать именно в милицию? Это может быть просто как состояние такой души и, ну, человек, который... Ну, не каждый сможет работать в милиции, я не знаю. Я не могу однозначно на этот вопрос ответить. Но нравится работать здесь? Да, работать очень тяжело, но в то же время очень интересно. У нас, ну, ненормированный рабочий день. Ну, как говорил кто-то из писателей, самая лучшая, самая интересная охота – это охота на человека. Это захватывает. Вот как человек приходит, допустим, на охоту, там, ну, любитель какой-то. Точно так же у нас. Идешь по следу, потом, в конце концов, значит, твоя работа завершается каким-то определенным результатом. Ну, чувствуешь просто моральное удовлетворение, чувствуешь, что ты помог кому-то, значит. И, ну, по этому городу ходит там на одного негодяя меньше. Лично для меня работа нравится. Я не буду даваться подробностей и говорить громкие слова. Лично для меня мое место, я считаю, это в органах внутренних дел. Я знаю, что в Кировском отделе много различных служб. Чем вы занимаетесь конкретно? Я работаю в службе отдела экономических преступлений Кировского района. Значит, наша служба занимается именно преступлениями, которые были совершены с экономической направленностью. Значит, специфика нашей работы – это, во-первых, выявление взяток следей должностных лиц. Потом это все скрытые преступные деяния, которые происходят на предприятиях и организациях, связанных с выпуском какой-либо продукции, торговлей и другими функциями. Кем вы работаете? Я работаю следователем Кировского отдела внутренних дел города Ростова-на-Дону. А какое образование вы получили, чтобы работать здесь? В этом году я закончил Ростовскую высшую школу милиции. Имею высшее юридическое образование. Тяжело ли работать? Мне работа нравится, работа тяжелая, но в то же время, поскольку она интересная, я считаю, что я выбрал работу, которая мне подходит. А почему именно в Кировский отдел? Я считаю, это центральный райотдел, это лучший райотдел, и работать в этом райотделе для меня честь. Тут дело все в престиже, да? В престиже и в моем личном желании. Но там, где престижно, там, наверное, еще и тяжело. Тяжело ли вам работать здесь? Нагрузка на следователя Кировского органа внутренних дел большая. Работа не из легких, но мне работа нравится, поэтому я не считаю ее трудной. Кадры, которые вы сейчас видите, были сняты у нас в Ростове и показаны в программе «Дежурная часть» по российскому телеканалу. Как оказалось на деле, сотрудники милиции предпочитают действовать, а не говорить, и вызвать их на откровенную беседу очень сложно. Работа такая. Кировский отдел внутренних дел, конечно, молодежный. В основном, средний возраст, это где-то так от 24 до 32 лет. Где-то процентов 80 личного состава, это 100 человек где-то, так вы говорите. Участвовали ли ваши сотрудники в каких-либо боевых операциях, которые часто происходят в горячих точках, так, например, в Чечне? В Кировском отделе внутренних дел служат 6 сотрудников, которые принимали участие в боевых действиях, в том числе и в Чечне. В Чечне, причем, у нас гораздо больше, у нас целых 3 человека таких. Это сотрудники отдельного взвода патрульного постового службы милиции, участковой. Мне довелось тоже принимать участие в наведении конституционного порядка на территории Чеченской Республики. Были ли награжденные? Да, все сотрудники отмечены государственными наградами, медалями, орденами. А чем лично вы были награждены? За первую командировку я был награжден медалью за отличие в охране общественного порядка, а за вторую – орденом мужества. Некоторые из сотрудников УВД принимали участие в наведении конституционного порядка на территории Чечни и других горячих точек. Многие из них были награждены орденами и медалями за отвагу и мужество. ОМОН – это отряд милиции особого назначения. Задача ОМОНа – это охрана общественного порядка, здесь Дума, а также наведение конституционного порядка в горячих точках. Это основные задачи, которые поставлены перед ОМОНом в настоящее время. Личный состав ОМОН неоднократно выезжал в горячие точки, где, повторюсь, принимал участие в наведении конституционного порядка, несли службу на блокпостах, выполняли специальные операции. А награжден был? В среде личного состава очень много награжденных за выполнение своего служебного долга в горячих точках. Есть люди награждены орденами, медалями. Пользуясь такой возможностью, я хочу поздравить своих коллег, своих друзей, командование ОМОН, всех своих друзей, которые работают в органах внутренних дел, с наступающим праздником, 80-летием милиции. Хочу пожелать от всего сердца хорошего настроения, крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы был мир. Еще в войсках КМВД есть офицерские подразделения, предназначенные для решения особо сложных задач. Именно таким отделением является СОБА – специальный отряд быстрого реагирования. СОБА был создан для борьбы с организованными преступными группами, с вооруженными, организованными и тому подобное. Поэтому они, во-первых, это сила сплоченная. Сплоченная в каком плане? Чувство коллективизма у них развито очень хорошо. Каждый сотрудник СОБА, он всегда подставит плечо для своего друга, который находится рядом с ним. Человек с работы должен уходить, ну как с тренировок, занятий, с работы. Он должен уходить, у него должно быть желание обратно завтра с утра пораньше прийти. Ну то есть он должен стремиться к выполнению своих обязанностей. Тогда будет результат. Продолжение следует... Должна быть победа. В любом случае должна быть победа. Мы настраиваемся на то, даже людей обучаем на то, чтобы мы побеждали. В любом случае СОБА должен победить, допустим, тренировки там или еще что-нибудь. Ну, боевые действия, освобождение заложников, там, любая спецоперация, мы должны быть победителями. И мы настраиваем людей на это. Пожелание сказать всем СОБА, всем СОБА, вернее. Чтобы в первую очередь был коллектив, чтобы люди уважали друг друга, не боялись друг друга и помогали другу в любой ситуации, в какой они окажутся. Вот это мое пожилое. Я все выяснил. Как известно, дежурная часть – это сердце любого отделения милиции. Через нее проходят все потоки информации, которые потом и распределяются. Как распределяется поступающая сюда информация? Мелкие хуриганы, разбойники, бандиты. Поступают, распределяем. Оперативные службы занимаются. Мелкими занимаются. Дежурные по разбору. Направляем, ну, вставляем протоколы. Направляем материалы в суд. Время тяжелое. Ну, стараемся выполнять свои обязанности. А как на данный момент оперативная обстановка в городе? Тяжелая обстановка. Много разбоев, грабежей. Раскрываемость идет вроде неплохо у нас. Такие дела у нас. А накануне праздника всегда такая тяжелая обстановка? Ведь скоро же праздник. Она всегда такая. В нашей программе мы хотели доказать вам, что в ростовской милиции работают только профессионалы, отлично знающие свое дело. И в заключении мы хотим от всей души поздравить тебя, дорогая наша милиция. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok